Хотел проверить её на стрессоустойчивость. Режиссёр Иосиф Райхельхаус высказался о харассминге. И неспроста, его ведь тоже обменяли в сексуальном домогательстве. К моему и не только моему огромнейшему сожалению, профессия режиссёра, оператора, художника, тех, кто сталкивается с актёром, предполагает умение ходить по лезвию ножа. Издалека начал Райхельхаус. Почему-то, если врач говорит пациентке, что быта разделась, осматривает её, никто в домогательствах его не обвиняет. А если режиссёр начинает работать с актрисой, помогая ей житься в тот или иной образ, и понимает, что она это сделать не может, его могут обвинять в чём угодно. При этом огромное количество актрис попросту не могут объяснить свой творческий не успех, неудачу. Поэтому говорят, что дескать они такие нравственные, чистоплотные. Это мой причина. Вот недавно обвинили восьмидесяти двухлетнего Марка Розовского в домогательствах какой-то девушки. Но за примером режиссёру и не надо далеко ходить. В своё время о нём самом нечто нелицеприятное поведала актриса Ольга Погодина. Своё признание она сделала достаточно давно, но сейчас на волне интереса к теме сексуальных домогательств в творческой среде. Её рассказ приобретает новые оттенки. Так вот, если верить Ольге, руководитель театра «Школа современной пьесы» предложил прийти ей аттестацию. У него на диване в рабочем кабинете. «Мой театр начинается с этого дивана», — якобы говорил режиссёр, пытаясь склонить актрису в кинтимной близости. Но Ольга дала ему твёрдый отпор. «Вас, большого режиссёра, никто ещё не посылал». И поднялась с дивана. «Ну тогда это сделаю я. Пошёл ты», — развернулась и ушла. «Да, и меня тоже народная артистка Ольга Погодина в одном журнале приложила», — продолжает Райхельхаус. «Сказала, что я попросил её лечь на диван, но фокус в том, что в моём кабинете, в театре и дивана-то нет. В конце девяностых она приходила ко мне со своими однокурсниками. Я решил проверить её на стрессоустойчивость, попросил однокурсников выйти. И теперь она при каждом удобном случае рассказывает эту историю.